меня не очень хорошо слышно хорошо это значит у всех разные просто соединение уровень у вас снова красивые брови основам господи я тоже обратила внимание очень интересная маска как ты изменился что-то я не успеваю за собой этот ухаживать за бровями в итоге накладываю маску все в духе сегодняшний до современные поражением наши тела каких-то лучше айзингов материальным можно выдавать как бы виртуальные маски за реально и никому это не важно уже становится что там на самом деле так ну ладно тогда вот у нас такая внезапно образовавшаяся лекция она была перенесена все болеют время по-другому совсем организуется да как то и вместе с пространством непонятно что и как буквально турбулентность всего преследует нас вполне в духе современности нашей такой вот до множественных темпоральностей пресловутых которые для современного искусства как раз и являются главным можно сказать движущей силой такой и предметом него интересы потому что как мы знаем для современном искусстве слова современность более важно уже чем искусство в этом плане поэтому современный художник тот кто время как-то заботится исследует либо заземляет себя на современность в том числе не только как бы свои какие-то до творческие художественные поиски но и себя как такое биосоциальное тело которое в этой современности как-то вынуждено с ней справляться до совладать но мы до сих пор до здесь потому что мы верим в то что художники или те кто занимается искусством пусть даже это не какие для сегодня автономные до творческие единицы которые вот сидят за закрытых помещениях и ваяют формы эстетические для выставленности а это люди которые просто на самом деле за заботятся больше о можно сказать собственных основаниях на формальных жизни и в этом плане на примере проникновения всех перформативных наших практик в искусство но мы с вами говорили на предыдущих двух занятиях о самодеятельности и саморганизации а тогда не задумывались конечно перформативности и прочих компонентах но на самом деле современном искусстве если эту линию брать там перформативностью проникнуты все даже законченная замкнутая на себя объекты да в этом плане просто с какой методологии к ним подходить кому как нравится ну то что вот книжка клэр бишоп полностью перепрошила там историю искусства с точки зрения партиципаторности да это в принципе такой другой взгляд сдвиг даст живописной до fine arts medium of на том числе вот какие-то движущиеся вещи да ну прежде всего театр ну скорее это синтетические искусства да как мы знаем там классическом составе есть временные до искусства типа музыки или поэзии ну таком традиционном пространственное до типа живописи или скульптуры и синтетические когда кино и театр например на которые занимают и какое-то пространство и время одновременно в общем можно сказать сегодня все современное искусство стало синтетическим картинки вышлигнали да задвигались там еще в двадцатом веке у нас и скульптура тоже и собственно вот этот формативный прорыв случившийся там условно если мы берем теории современного искусства там 50-60 до скейджевского поворота то он тоже по сути дела ввел время до временного измерения до этого как бы был такой модернистский молчащий медиум условно ну вот и сегодня мы я думаю это поговорим как раз много поговорили о том как нам как художники балансировали на границах искусства и жизни да там были занятия такие посвящены жизнестроению жизнетворчеству самодеятельности самоорганизации вот и дальше у нас стоило бы продолжить духе там то чем больше я занимаюсь но и чему посвящен наш курс это заземление до истории искусства на наши конкретные там эти художественные основания да ну и собственно коллективный перформанс коллаборативной практики комьюнити-бэйст арт релятивная эстетика и масса разных других понятий там искусство сотрудничество то что мария линд пила которая нам доводится честь ее курс в рамках школы выслушать она такая уже классик действительно искусство сотрудничество или там новое публичное искусство крестьян крования но это все как бы одним махом нам не взять и мы сегодня рассмотрим проблематику как собственно объекты искусства дали вещи в искусстве как она процессуализировалась это очень интересно потому что например с точки зрения перформативных практик сегодняшних тоже заново переосмысляется и модернистское искусство и скульптура как изначально содержащие в себе некий компонент вот этот синтетический временно пространственный или мы можем сказать мультимедийный или сегодня есть такие понятия как постконцептуальное искусство да у петра озборна пару его статей переведены а есть книжка и не вера но ты толка либо везде либо никак там это очень подробно изложено но мы к тому да придем но вот вот это вот все время дихотомия бинарность которая присуща современному искусству или даже с модерна арта да а мы с вами начинали там с модерна арта она как бы всегда преследует сегодня она можно сказать снята практически но мы видим объектно ориентированный этот поворот философии уже там больше десяти лет назад можем случившийся он возвращает к этому проблематике но уже на одном витке есть разные подходы я надеюсь это будет всех всех затрагивать ну что мы так или иначе работаем и одновременно и с объектами из процессами но тут еще встает другая бинарная пара это материя и дискусс или материя и текст они тоже всегда в модернистском искусстве идут вот можно сказать бок о бок да и вступает в какую-то до противодействия а чтобы чтобы на самом деле сегодня основа обрести вот такое вот снятом виде уже некое взаимодействие или то что там уже современные там физики философы такие феминистские как карен барат называют материально дискурсивной уже таким способом или перформативностью материи когда материя сама выражает себя сама производит некие не нуждаясь в репрезентации никакой извне сама производит какие-то смысле перформативно действует вот поэтому все потянулись нас 10 уже хорошо утра 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 бодрое мы встречаем надеюсь ничего не прервет но вы можете прерывать любой момент вот мы таком больше к режиме будем а сегодня блица потому что нам важны будут вот эти именно концептуальные моменты смены смены парадигма до смены антологии произведения искусства и это очень важно когда менялась а таких немного в истории на самом деле случаев вернее а таких серьезных сдвигов розалинды краус есть такая статья переизобретение медиумов там то есть таких настоящих революций в медиумах происходит немного ну как бы они постоянно меняются так или иначе но формы наши разбиваются да но наши как бы вот именно радикальный слом вообще в понимании что такое искусство ну то что вчера еще не было искусством становится вдруг осознается как искусство таких конечно же всего там можно сказать несколько в истории случалось вещей ну и мы их разбирали там на примере рансьеровских сменах режимов да здесь если медиумы говорить мы понимаем там но снова ренессанс верни с ренессансной вот это и возникновение нового медиума живописи как такового да тоже довольно таки недетерминированного возникновения там когда отделилась скульптура превратилась в фреску да а фреска в раме уже стала картины выделены и потом вообще стала живописью и потом она ушла вообще со стен храмов там из фронтона внутрь до внутрь домов и стала окном в мир а потом случилась революция когда вот это романтическое окно в мир сама осознала свою плоскость не собственно говоря это все 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 практически смены последняя революция такого рода это была дюшановская но мы с ней и начнем да когда собственно мы с вами говорили был радикальный отказ уже от зрения от глаза да ну и от ручного мастерства делания художника понимание художника как некого ремесленника который именно пишет картину живопись пенетрирует холст тоже есть такой тут киркомпонент душа на и вот но эти революции медиумов например по-другому можно рассматривать там в более общей там политэкономической истории у здесь хорошая статья андрея шенталя нашего российского молодого философа искусства он вел долго на винзаводе там для философский клуб искусства но в общем она доступна называется панцирь черепахи или к предметной теории искусства как-то так я могу да потом ссылку прислать там он приводит например других там несколько уже марксистского типа политэкономов которые сравнивают такую смену медиума радикально со со сменой например хождение денежных денежных эквивалентов или попросту говоря денег как такие знаете да по марксу это конкретная абстракция то есть они сами по себе ничего не представляют как вещи да но при этом обладает какой-то ценности до конкретно как конкретный в этом смысле если мы берем деньги в эпоху до до нового времени там до 17 века то это был золотой там серебряный эквивалент выезд деньги именно стоили ровно столько сколько весят сколько стоит их материал и в этом плане мир был тождественный до сам себе и поэтому сами такие образы можно сказать прямого такого да не расхождение репрезентации реальности и и вот этого мимитического до отражения но что мы знаем там в искусстве ренессанса пришло ну там все 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 едет барокко да но модернистская парадигма это уже когда деньги полностью оторвались до своих вот этих носителей эквивалентов собственно материальных да и стали такими символами дать денежными знаками то что больше всего там ходила уже потом раннего капитализма и двадцатом веке должен это уже соответствует такой модернистской парадигме когда реальность не репрезентирует саму себя является ее такой символом до расходится с ней разочислять но это еще связано тоже с колониализмом во многом это уже джейминсовская мы с вами разбирали его культурная логика позднего капитализма да про постмодернизм к культурной логике после капитализма эта книжка переведена на русский он там три таких переводе тоже исторические эпохи но вот модерн это уже разокождествление до репрезентации реальности и и как бы ну несоответственно это понимают там первые капиталистические страны типа великобритании или там голландии когда куча колониальных товаров со всего мира на них обрушивается при этом они не производятся там и они там не произрастают когда ли и все это каким-то образом в искусство тоже конечно же проникает и вот этот вытесненный труд проникает и угнетение уже при появляющихся до колоний то что уже и проникает можно сказать это марксистское отчуждение туда никогда мы видим на модернистских работах модернистских работах уже вот этот вот слон до несоответствие реальности и и репрезентации когда художники это показывают такое вытесненное и даже разрабатывая свои медиумы автономным да они пытаются как раз пытаются вот это вот за за зазор какой-то мой способ воплотить между реальностью и ее видением да ум она это там с глазом связано там вот эта линия импрессионистская линия которую задал первый видя три фигуры я сейчас забыл нашего художника но это не так важно в общем третья парадигма 20 века это когда деньги уже абстрагируется в позднем капитализме и сегодня они можно сказать даже утрачивают свои вот эти символические носители бумажные да и становятся такими глобальными транзакциями да то есть электроны абсолютно для материализует но искусству что-то с этим надо делать там джеймисом 3 3 логику называет таком попытку материализовать уже воплотить вещах да это все когда прорыв художников уже не просто критиковать зазор показывать этот зазор между реальностью и ее репрезентации вот этот вот смещение нетождественность грубо говоря ложную реальность а прорваться к самой реальности то есть воплотить ее материальных вот этих вот вещах самой материи мира реально ну и 20 веке как мы видим да это про прорыв происходит там на всех фронтах от того что там попадает на ассамбляж дадаиста или реальные вещи разные да конечно же ради мэйдов и потом до возникновения минимализма из простых форм материалов пост минимализм процесс арт и лент арт и позже уже там работа перформанс это уже реальные тела там с ритуалом смогли и как бы ну вот так я чертил какие да можно сказать а три с разных сторон таких три отслеживаются слома ведь можно со стороны политэкономии смотреть со стороны вот самих сми медиумов искусства такой структуралистская до позиция розолина краус в этом эпохи переизобретения медиумов ну вот и пока у нас вопросов нет тогда мы начнем вот начнем тогда вот действительно смотреть как у нас произведение обретала некую такой до процессуальности перформативность что мне интересно даже молчащий модернистский объект казалось бы сейчас я включу туда картинки у меня нет функции демонстрации экрана а не ты можешь дали мне раздать появилась так видно да ничего не тебя видно так а вот сейчас что-то происходит видно очень концептуальную серую картинку но фотографию видно марсель душан сидящий нет нет какая-то серая такая а сейчас может быть надо выбрать экран какой-то который хочешь показать так хорошо сейчас видно папку общую ты открыл да теперь нужно конкретно по фотографии выбирать потому что я помогу видно да да сейчас видно ну хорошо тогда мы вот я не буду тогда особо в цитаты залазить попробуем в таком живом режиме да вот ты вот этот эпохи по изобретению медиум последняя такая революционная смена антологии и называют произведение искусства с равного даст дюшаном конечно же отсылают многие разные теоретики но я например отталкивался когда рассматривал писсуар дюшана и вообще ради мэйт как перформативный акт высказывания я отталкивался вот работы такой французский хороший есть переводы его тире дедюх есть продюшана отдельные работы и есть вот по художественный номинализм он это называет художественного номинализма когда там исследуя вообще разное высказывание дюшана него а практику последовательно он как бы отделяет объект как сделано это произведение органическое произведение искусства которое было можно сказать до дюшан ну и даже после конечно же тоже что такое органическое то что как раз связано с рукой с вручным трудом да то что художник сам делает можно сказать согласно своему видению умения мастерству там да сколько он обучается там шана тоже с этим была какая связана травма он не успел на балл кубизма но он делал туристические работы но потом как бы он резко переизобрел этот не делал кто в том понимании как сделав его как мы понимаем когнитивным да это очень важно и художественный номинализм у середины дела это именно то что объект или произведение становится не органическим уже а дискурсивным или таким грубо говоря высказыванием номинальным актом то есть он там так и говорит дюшан совершать некий выбор да вы просто указываете на любой какой-то предмет хотя бюшан там выбирал долгу разного этих и как мы понимаем это сыграло роль потому что предметность неустранимая она тоже важно 20 века потом естественно будет все по-разному до востребована но то что это уже не просто произведение на которое нужно смотреть эстетическим взглядом плане суждения вот этого кантовской до эстетики третий критики о способных критики способности суждения то есть мы не смотрим на это как на некий прекрасный или возвышенный до объект искусства на некую некое произведение которое приносит нам там удовольствие или не удовольствие то есть здесь разрыв с глазом как зрителя происходит так и художника но и с рукой и с глазом соответственно нужно оценивать уже не эстетически как мы оцениваем там знаете как боря кучников любят знать как он унитаз выбирал по эстетическим категориям у себя в этих в магазине там гипермаркет но мы на принципе любой товар оцениваем по его все-таки эстетическим а качеством вот как он нам нравится подходит ли радует ли взгляд его форма цветом качества ну вот и радикально вот с точки зрения видео был отказ как раз дюшана от того чтобы мы воспринимали произведение искусства как приносящие нам удовольствие как бы зрителям обладающим неким вкусом у канта вообще вкусы внеисторичные то есть произведение искусство меняется да с историей там понятно в ренессансе одни барокко классицизм и другие но вкусы как будто у него как бы неисторично что есть некую такой сенсус коммунизм до общая чувственность какая-то и вот возникновение человека вкуса соответственно способного судить не заинтересованно глядя на произведение искусства да это очень важно компас высвобождение до эстетики от заинтересованности если до этого там до произведения искусства там до французской революции было помещено в музей а во дворцы либо дома либо в храмы до возникновение музея в девятнадцатом веке изымает этот объект но она же его и десторизировать она как бы да здесь если вы не читали там угрозь это хорошо описано в работе там по политикой инсталляции это часть часть его статья по моему из книги сборник в потоке или может быть политика поэтики я не помню из какого сборника в общем там гройс про возникновение инсталляции пишет но естественно все это началось с появлением первых музеев которые перемешали все произведения разных эпох до превратив их из исторической среды или контекста социального до жизни своих владельцев они их по сути дела превратили такие выставленные объекты для сугубо эстетического совершения для вот этого нашего вкусового до восприятия мы проходим там по галереям каких-нибудь музеев больших европейских и смотрим вот как наделенные некий трансцендентальный такой вот свои неспособности до секса судить но при этом как бы если мы придем модернистский музей и тем более там музей в раздел да уже входит то случается мы видим вот это вот сдвиг вот этот революционный да потому что даже работы импрессионистов нам многие критики там потом сравнивая с абстракционизмом называли этими верхом до верхом мастерства то как бы сложно назвать готовые промышленные объекты выбранные вот так номинально до указом художника грубо говоря перформативным жестом сложно их воспринимать уже с точки зрения сложного можно то что потом сделали нео дадаисты о чем очень сам сокрушался до дешан там уже старый он писал что он швырнул до писсуар в лицо чтобы прекратить этот спектакль эстетизма до прервать его прохаживающих себя зрителей которые разглядывают полотна вот эту буржуазную публику либо художников меняющих себя какими-то до прозревателем и таким медиум но неодадаисты как он пишет обратили внимание на сам объект начали любоваться его формой его как бы красоту или там отвратительность это не судьба но грубо говоря не обратили внимание не на сам жест не на сам указательный палец да вот этот вот она снова на объект на произведение то есть она восстановилась себя в правах ну и понятно что это связано со многими вещами в том числе потому что я авангард исторический потерпел свое поражение вот на вот этом главном своем фронте интенсии которую мы выбирали с вами а именно на интенсии снятия автономного института искусства и выхода в жизнь напрямую то есть воздействия взаимодействия с жизнью и оказание влияния на и в том числе производственные силы да если мы берем там советские конструктивистские производственнический проект ну вот и этот перформативный деджет дюшана был пойман может сказать на избирате да он же специально мало очень производил этих объектов да но кто-то говорит что молчание дюшана преувеличена такой тугодум шахматист на самом деле это его же попытка и приостановить а с одной стороны вот этот поток производства до спектакль эстетизма но и поток производства комодифицированных форм это уже вот в этой критической теории скорее до дарнианской линии воспринимается как некий отказ от поставки товаров да на вот эту культуру индустрии культур индустрии это всегда вот этот негативный злобный готовы всегда поглотить и апроприировать искусство апроприировать искусство и от него всегда нужно его предохранять сохранять негативную эстетику да это дарнианское понять либо критический зазор но никогда не давать искусству модерна был таким мрачным критиком и не давать ему развлекать тебя просто вот забываться в иллюзии да это типа все культур индустрии интертейнмент делу понятно что вот это тоже модернистская еще одна бинарная пара искусство критическое и культурной индустрии сегодня они тоже во многом на самом деле снятом виде пребывают художники с одной стороны не хотят развлекать и быть критическими с другой стороны музей наполнены на большими дампом спектакулярными инсталляциями двигающимися там как-то вовлекающими иммерсивными такими вот очень интерактивными но это все началось не сегодня сказать 60-х годов да вот и такой вот критик теймур дал данный дай мне это азербайджанский художник и теоретик он в художном журнале я помню писал такую статью тоже у писсуаре дюшане как о том что все восприняли первый вопрос вопрос который задал писсуар именно как делать искусство дюшан ответил что его да нужно перестать производить вот так руками до оторвать руки и глаз и отказаться статистизма и можно сказать брать реальные вот эти готовые объекты мира и наделять их когнитивным каким-то вложением по сути это первый концептуальный объект просто концептуализм возник намного позже но концептуалисты основываются конечно же во многом на дюшане там кошек про дюша напишет как про первого художника концептуального и в этом плане это такая же вещь дело не в том точно что она обрамлена вот этой рамкой галереи институтом искусства понятно что художник указал то есть рамочку очертил и это как бы становится артефактом да уже неважно сделали он сам ее или но тут само то что в вещь проникает уже вечно три содержит себе некую идею или концепцию или она смыкается с диску с дискурсивным вложением да и поэтому вот этот вот перформативный жест он же уже как бы вещь лежащая да алия повешенная где-то стоящая что-то еще она является можно сказать результатом уже вот этого когнитивной работы проделанной до труд трудом вот сидит художник мы видим на фотографии курит думает да долго думает и не потом как итог его вот этого когнитивного труда до являть ведь но должно ли должен ли когнитивный труд всегда заканчивается неким объектом или он может сам по себе быть как-то зафиксирован в процессе концептуализм пытался отвечать на эти вопросы полностью от объектности уйти в итоге все равно никому не далось даже хардовому конституализму там первому до 60-х групп там артон лэндвич январская группа с этим солом юманом солом левитом да в общем это дюшановская революция и вот это ему родами там второй вопрос на который как бы не был дан ответ очень важный который был пропущен зачем есть искусство то есть вот этот что есть искусство как бы все стали отвечать собственно но это наш любим вопрос искусство теле не искусство да мы до сих пор даже не будучи там какими-то профанными обливателями даже художниками есть там даже паблики такие большие многотысячные в контакте где есть вопрос это искусство и там всякие работы представлены и голосовалка идет или комментарий в общем это самое интересное хотя вроде зрители приходят в музей и как дюшан пишет через вот это вот тире дедюва зритель всегда запаздывает то есть выбор уже совершен художник вот этот указательный жест перформативный произведен и если зритель идет в музей на выставку галерею он уже как бы даже если там вы скажет свое фи там не признает это за искусство или там как раньше более жестко там было да там что-нибудь еще там нарушит работу как-то деконструировать он уже вот пойман он уже пойман он уже опоздал он уже как бы стоит перед искусством и судит они вот это вот что есть искусство не искусство по сути дела с дюшана начинается это постоянно перезадавание этого вопроса а вот это искусство а это нет и такая экстериализация территории до искусства приводит к тому что в современном искусстве уже когда это там баб флаксус во флюксусе и в хэппинингах там или прочих уже границы между искусством и жизнью как бы выбирайте в себя всю реальность все есть искусство но при этом они не отказывались от институции искусства как бы действовали со стороны искусства но при этом как бы говорили что все есть искусство или каждый художник этого бойцев sky максимума это было возможно только потому что как бы уже сам институт искусства сформированы как бы не зыбли вот эту территорию искусства с которой можно и дальше постоянно как бы трансцендировать границы вот эти вот искусства и вот этот импульс конечно был задан этим вишановской революции и еще одна пара конечно же будем про нее подробно у нас относится вот этим что есть искусство это новое как мы знаем модерн озабочен новым постоянно делами нового и у адорна про новое то есть нельзя делать не просто там то же самое повторять не страшно но новое в том плане то что еще во-первых зритель не сформирован для чего то есть он его не сможет просто употребить а потребление это главный грех вот это вот консумеристской буржуазной капиталистической цивилизации и надо сделать так чтобы зритель не смог это потребить поэтому надо новое то есть оно должно быть так парадигмально но художник не просто новую новую новое новое писсуар предлагает или еще одну картину или еще еще одну скульптуру а он все время новую идею какой-то вещи объекты да они просто там перформансы производит каждый день там какие-то новые это новое это вот в плане инновацию или то что в промышленности называется да такой вот за что надо скупать что-то вешали знать как она называлась предложение инженерное предложение как это новое что-то изобретает художника современного как предлагающего что-то новое к чему еще не готовы все и чего еще нет но она постмодернистской такой поздней логике она переходит уже в такие совсем и релятивные формы то есть новое невозможно можно только какие-то исторические и прежние формы медиума до переконфигурировать пересобирать знаем ну вот так это по поводу революции объекта но это еще тот же же концептуальный жест только он в ту пору был не воспринят как концептуальный до дешановский же с перерисованием на открытке репродукции усов монолизии с подписью как она расшифровывается у меня сейчас нету как-то там горячо у нее внутри может кто-то помнит но дословно суть не так важно важно что проникает здесь опять же идея до художника буквы а текст на поверхность и работа говорит уже можно сказать концептуальная работа она же как бы уже сама является языком ну то что на ней обязательно буквы но она устроена как язык и это кошка замечание но дюшан это все предвосхитивающих своих вот этих работах но вот если дюшан все-таки это парадигма такого западного до искусства революция в медиума то в советском раннем авангарде конечно же никакой ради мэйд не было воспринят и хотя дореволюционный авангард шел практически в ногу до с европейским у нас были свои куба футуристы которых не было например были кубисты французские были футуристы итальянские куба футуристы это чисто российской там будет ли они наши это все как бы в россии конечно же бурлило и развивалась и не прессионизм также была и абстракция можно сказать кандинский ее родом начальник то после революции когда отменяется сам буржуазный институт искусства и об этом да многие и пишут и говорят и все думают что делать как как переизобретать получается вот этот исчезает сам вот этот индивидуальный зритель который осуществляет эту критику до эстетическую критику от этого суждения нету вот этих больше блуждающих или там нища которая которым нужно во первых плевать лицо там пощечины делать общественному вкусу которых нужно провоцировать которых можно так анархически подстегивать каким-то до движением на то что любили делать наши футуристы с выходства со своими выходками мы наверное смотрели а появляется коллективный да условно в идеале пролетарский да и даже не просто зритель который приходит созерцать работу согласно ее эстетическим соответственно вот этим вот прекрасным либо возвышенным качеством а он можно сказать советский авангард снимает проблему этого индивидуального зрителя сначала должен был ее снять потом конечно же 30 можно сказать такой зритель возвращается и музеи традиционные никуда не исчезают но ключевое то что этот зритель становится обретать некую коллективную чувственность об этом книжка ульгари чубарова хорошо написано коллективная чувственность авангарда то что вы уже не просто до приходите чтобы в ваше чувство вкуса каким-то образом удовлетворили либо нет смотреть на эстетическое качество работы а вы некий коллектив на трудящийся либо там женский коллектив отдельный тоже либо какой-то коллектив даже детский детские театры создавались вы как бы вместе уже можно сказать вырабатывать некую общую до чувственность такой вот которая вас побуждает где где к деланию чего-то к действию то есть это тоже эстетика она не устранима но это эстетика уже такая действенная то за что там производственники больше всего радует арватов самая одна из горячих голов до знаем борис арватов искусство производства или наверное вы разбирали работу тарабукина николая от мольберта к машине это тоже же факт за мольбертом стоит художник-одиночка до ваяющий на холсте какие-то куски мира изображающие выхватывающие а машина это уже массовое это коллективное производство да и грубо говоря художник уходящих производства он создавал массовые вещи эталоны на производственные какие-то промышленные эталоны грубо говоря создавал те же писсуары только уже там не были падения нужд хорошие до качественные там унитазы которые должны были служить одновременно и своей функцией до хорошо выполнять свою функцию и так как они хорошо выполнять также соответственно и форма их их эстетика вот это вот становилась грубо говоря полезной до нужным тут уже совсем видите обратно вы не рассматриваете поверхности вещей да не статистически судите а идете от функции вещи и это вот советская революция медиума которая потом воплотилась больше как раз в европе и в америке в дизайне да а у нас она была по сути придумана но совместно конечно там с другими движениями европейскими там достигом голландским или баухаусом но так как в ссср не хватало всегда материалов там не железо не дерево не металлов даже там обучаясь на вход и массе там где-то вынуждены ли были там будущие художники больше делать из каких-то непрочных дешевых материалов из бумаги или там фарфор вот только фарфор был посуды там какая-то либо рисовать на эти супер графику на поездах трамваях либо оформлять вот то что я показывал там и заранда оформлять митинги из каких-то там деревянных конструкций первой инсталляции создавать и это было уже во первых для коллективного восприятия для выработки плюс это уже не было так как институт автономии искусства должен быть как бы снят вот этот буржуазный то непонятно еще какой новый то возникнет мы же уже не приходим как индивидуумы судить об искусстве просто глядя на красивые картины прекрасно и искусство как бы с одной стороны музей должен трансформироваться и возникает вот это знаете музей художественной культуры для вы там вот его федоров давыдов там куратор выступал и с одной стороны искусство вышагивает естественно больше то в паблик арт вот эти вот митинговые разные инсталляции это мы сейчас это называем инсталляциями они были какие-то монументальные там план ленинский монументальной пропаганды тоже из дешевых материалов они сохранились эти памяти но какие-то вот вещи вот которые сейчас вы видите электрическая венера установка для павильона электрификации механизации сельскохозяйственной выставки в минске было там еще был механизатор этом с ней это работа этого александра лабоса сейчас есть лабос фонд и они ее восстановили кстати в манеже в прошлом году или в двадцатом была выставка про кинетический арт и там они и венеру это и механизатора восстановили как-то по фотографиям в общем вот это в тридцатом году такой вот то чтобы вы назвали паблик артом она действует сразу как такие огромные объекты до публичные но советская публичность отлично буржуазные там ходят как бы достроим коллектива и вот эти паблик арты воплощают некуда победу прорыв вот этот вот советской промышленности или электрификации электрификации это одна из составляющих коммунизма мы помним из ленина да поэтому вот эта электрическая венера венера с одной стороны богиня а другой стороны она уже электрическая и таких объектов а вот этот вот восстановлены в манеже но ключевое отличие что в манеже это была выставка как бы как мы понимаем внутри института искусства то есть это уже не паблик арт через который проходят на люди которые вписан до городскую повседневную жизнь ну в принципе все все искусство там 90 нулевые обрамляется может быть искусством даже паблик арт делается в общем да но это так татлиновское изменение ключевое тоже медиума когда но это летать ли на его аппарат ну тут как бы хитрость в том что он не совсем на свою функцию опирался да если мы говорим о производственниках как то когда вещь вещь от своей функции как бы исходит да грубо говоря предметность организуется ее по полезностью всеми да всеми всеми правильно собранными до функциональными элементами они просто вот оболочкой эстетичным почему советские вещи такие грубые и неказистые с виду казались это у катерины делать хорошо статье написано к нерыночной эстетики предмета товара к товарищу термин знаете вместо товара должны быть вещи товарищи это это ротченковская выражение вещь товарищ но где быть это разбирает но тут отлина вот эта вещь подписано да как такой малеви ческая она идет в паре себя с малеви ческим черным квадратом если тот как бы это действительно создание никого такого 0 формы абстрактного эталона потом весь мир был из черных квадратов промышленный начался состоять да по сути квадратур модернистский мир да то татлин первый кто вышагнул в трехмерное пространство да были еще вот контр рельеф еще до революции пятнадцатого потом этот летательный аппарат это уже до конец двадцатых конечно летать на нем было невозможно здесь функция если бы это было в рамках там западного искусства это вполне сюрреалистический объект но здесь он такой утопический да то этот угловой контр рельеф он описан как если такой разрез разрыв до пространства выход в третье измерение да по-разному его тоже описывают но у малевича вот эта плоскостность он потом переходит к архитектуном создании но хотя он не был архитектором и скорее он это делал тоже сначала как учебное задание в на висе витебске и там был больше я показывал прошлый раз архитектор настоящий который архитектуру мастерскую давал этот господи лазать как его звали базы инклуцис а может и плутись или нет который был архитектором он очень молодым был и он как раз вот на основе мастерских архитектула по части он создавал эти первые знаете какие архитектурные объекты но они уже могли строиться то есть они были выполнены тригонометрии такой помолеешь как бы с трехмерностью как таковой не работал до до архитекторов которые тоже в принципе были его просто расширением суперматического до проекта но вот так ли новская эстетика она же послужила до конструктивистом и производственникам куда как бы здесь больше чем малевичский ну и малевич сопротивлялся этому как мы знаем он с производственниками вообще не дружим и об этом он там описывал что он против создания вот такой вот фабрики новый превращение искусства фабрику всегда рактовал за некую за некое остаточное вот это в искусстве я бы назвал это отказ от как он писал харчевой принцип знаете ну вот если вот производственники полностью уподоблялись сравнивали искусство да с промышленностью с производством только труд должен быть стать творческим но все равно это как бы труд то малевич как бы не отождествлял искусство и труд даже творчество а вот это как бы харчевой принцип должен уйти и искусство должно воплощать уже скорее постру или лень да мы говорили о малевича как а теоретики ленида у него был трактат олени там лень как действительно истинное человечество и там даже он ленин написал как лень черточка дефис да и им такой почти дзенский какой-то да такой вот праздник ленин пребывающих покоем вот и как бы в этом плане так ли он конечно это больше объект угловой контрревлеф это как протоформа такого будущих производственных объектов да про прорыв реального мира говорил у дадаистов много разных коллажей и сериалистов они потом были но вот для примера курта швитерса который потом целое огромное будет делать композиции из собранных вообще предметов для окружающего мира будете не создаст там потом такой собственный дизайн консорт такой швитерс машина за целую тоже почти архитектурную такую инсталляцию но ключевое в коллаже это вот эти приклейки в клейки конкурентом французский да то что когда вот это не ради мэйт вроде бы это как бы остается рамка да остается как бы картина но она плоская можно сказать да но она уже собрана из разных слоев из разных слоев реальности то есть здесь проникает реальность нельзя сказать что здесь преодолевается репрезентация в этом плане хотя ну то есть это не реальность нематериальность в таком не репрезентированный вид возможно ли она обсудим да вот и ну коллажи как очень важный в том числе политический медиум он они же там у дадаистов были направления там харкфельда джона до который делал там антифашистские коллажи там фотографии перемешивались плюс текст проникает очень важно да с работой тут как бы очень много нюансов в ссср был был больше николаш конечно же востребован а монтаж про это тоже много чего сказано но вот монтаж он в кино как бы но и фотографии фотография становится очень важными чем она массовая до технически воспроизводимая куда востребовании чем на западе фотографии но и почему ротченко там один из самых главных художников это еще дореволюционный даже на логонек про футуристическую выставку но вот куда приходит после революции советское искусство как я говорил да в паблик арта сошагивать вот эти массовые установки установки они так и назывались вот террин дегать их называть про то инсталляциями то что потом стало инсталляциям среди искусства в ссср было как установками такими сделано уже но также и музей по другому и пире интерпретировался вот например была опытная марксистская экспозиция там как раз куратор был федоров давыдов искусствоверцы 30-м году и там показывалась но это некоторые там либералы карикатурные сравнивают там почти вот такие выставки знаете с выставкой национал-социалистов там о дегенеративном искусстве когда были там работы разных модернистов до представлены на выставке германии для примера как бы вырождение дегенеративного и против модернистского искусства направлен то как бы здесь трансформация советского музея осмыслялась и довольно таки такие инновативные кураторские проекты сегодняшнего времени были вот федоров давыдов вообще писал что произведение искусства должно как бы выставка должна говорить здесь сама за себя в этом плане как бы то есть по сути быть скурирована как мы знаем еще до возникновения пуратора в сегодняшнем понимании еще очень долго много времени но вот это вот фрагмент где искусство выставлялось уже не для как мы понимаем то что я говорил да хотя висят те же работы какая-то живопись вот даже работа малевича как самоотрицание вид такой негативной эстетики черный квадрат как за закрытие такой эстетизма или вот формализм но мы смотрим на это уже глазами какого-то другого зрителя не не это не для суждения вкуса а для идейного суждения искусство должно стать идейным а в этом плане соц реализм это вполне конституальный проект просто говорят там вот советское искусство против модернизма стражалось но и мы знаем против абстракционизма после войны там особенно был такой проект связанные во всех юмористических журналах там даже назывались эти художники как они назывались мазила художник мазила который не может нарисовать нормальный в общем соц реализм в этом плане он не тоже не создавал те же самые живописные полотна для эстетического создания для похода просто в галерею а он создавал изначально во-первых произведение идейные то есть наполнены уже некой концепции непонятно какой там будущий победы коммунизма там какой-то утопии до будущей реальности а во вторых он для массовой репродукции создавался и как мы знаем много социалистических работ перекочевала на открытки марки показывалась в газетах тиражировалась везде то есть они должно было быть удобным для этого и то что вот проникала вот эта идейность и дискурсивность в искусство очень хорошо показано там тоже у катерины дёготь она изучает изучала 20 20 век в этом плане и советское искусство и позднего авангарда времен культурной революции конец двадцатых начало тридцатых и социализма там и например вот эта работа была с именом ой соломоном некритиным известным авангардистом который движение изобрел такое проекционистов интересно традиционный театр там ну вот старые новые и он эту работу выставил там был жуткий скандал он ее выставил на обсуждение то есть там была дискуссия это метростроевка старое новое как вот венера слева прикрывается такая нога а как надо такая критика западного жарное искусство которое до сих пор рисует обнаженных женщин с натур а вот такая метростроевка но что это у нее за шар между ног и все там вот этим стенограммам который разбирала много стиле где товар по архивным этим многие это очень непристойным как бы воспроизводили какой-то между ножи все на это внимание обращали то есть работа была создана для дискуссии а между старым и новым но при этом изображалась вроде бы вполне таки до реалистических соцреалистических этих и сам не критингом хотел создать из этой работы некий канон соцреалистического искусства для последующего воспроизводения но тут какие-то до лебединально нагруженные интерпретации сегодня могли бы быть но вот такие вот дайнека это уже такое у нас соцреалист как он есть да он и оформлял и метро и разные до отрезки там вот эти были крупные масштабные как мозаики до том числе ну это работа уже но новых таких эмансипированных женщин 37 года на женском собрании мужиков здесь нет но все уже понятно в 30 женщина в принципе возвращается в свой довольно таки такой до гетеронормативный такой вот образ они все вроде свободные прически у них такие короткие но все платья нету вот этих образов двадцатых уни сексуальных женщин ну и в 30 как мы замут эти самохвалов скида большие спортсменки физкультурницы с такими определенными очень выдающимися разными гендерными конечно признаками это все до 50 возвращается что-то я здесь по этому поводу не сказал вот они критина опять же по поводу дискурсивности искусства советского которое должно стать идейным да у него была такая большая инсталляция тектоническое исследование это или часть где нашли тоже в архиве критиковской галереи до выставляли в москве не так давно в общем там целое исследование было где не критин объяснял да там что такое тектоника в него понимание и он исследовал там живопись организацию разных материальных там сред но главное что выставка называлась она тогда она называлась первая дискуссионная выставка это двадцать четвертый год был и на ней вот была выставлена это в том числе инсталляция ну вот как эту часть не критина соломона то есть выставка уже называлась дискуссионной куда приходили обсуждать каким должно быть искусство что они видят и даже по моему в этой инсталляции критина была включена какая-то живописная работа обычно которую он приводил как пример плохого упаднического то есть мы видим что выставка уже совсем по-другому собирается как 10 на сегодняшний некий проект и просто эта идейность того времени социально конечно отличается от концепта там сегодняшнего но то что выставка или произведение искусства уже неким было нагружено до интеллектуального когнитивно и даже вот эти лаборатории я рассказывала о научной организации труда гастево где-то мы разрабатывали движение рабочие практически танец до трудовых а вы были же и лаборатории умственного труда я не помню как называют сейчас статья алексея пензина там часть частности про вот эти есть он он это с постаперроистским сегодняшним сегодняшним там 90-х нулевых популярным трендом знаете когнитивный труд виртуозный вот этот который дематериализован но он это накладывает на как раз советские двадцатые когда появилась связка умственного и физического труда которая должна быть тоже преодолена то есть только тогда в духе индустриальной эпохи конечно умственный труд должен был стать таким же как физически в этом плане как индустриальный то есть быть коллективизирован там научная организация умственного труда подразумевала коллективизация умственного труда то есть кто-то собирает данные кто-то их обрабатывать и следует принципе то чем сегодня заняты там разные нейросети искусственного интеллекта да или обра системы обработки больших данных 20 осуждалась как коллективизировать умственный труд потому что как бы вот вроде рабочие уже коллективизировались крестьяне все механизируется индустриальное производство а вот этот вот отделенный вот этот мыслитель или художник или философ там критик в общем человек умственного труда большинство из нас он как бы до сих пор еще в одиночестве творит или пишет как так когда сама эпоха как бы из сам сами производственные отношения у нас призывает как бы коллективизация труда превращение такого интеллектуальной кустарности да в настоящее такое интеллектуальное производство такие были да как мы видим да очень отличается понятие да вещи произведения искусства в этом плане от даже ради мэрида и вот приходя к послевоенному изменению медиума когда она случилась но можно сказать да радикальный слом переход от модернизма к постмодернизму но кто-то не любит это называть постмодернизмом кто-то это называет переходом от модернизм потом концептуальному искусству ну к перформансу само собой да это все как бы ну вот это все связано конечно же многие знают что вот этот проект абстрактного экспрессионизма американского полок с полоком во главе он был создан в противовес советскому соцреализму как только что показывали как некий да такое тоже очень такая нехитрая пара до бинарная вот у нас абстрактное не фигуративное искусство предельно как бы свободная да выражающие новый как бы мир вот такой вот ну у полок очень много разных здесь направлений интерпретированных в том числе сейчас которые мы затронем и соцреализм где вот казалось бы обращение к этому вот 19 веку к реализму до к полотну картины назад но как мы вот видели на примере того что екатерина дёготе описала что это не возврат буржуазной картине 19 века и эти выставки это не лицезрение вот этих вот картин это совсем другое произведение искусства до которая уже на обладает никогда носителем нет и дискурсивности или идейности в этом советском плане почему они и против формализма так ополчились там 30 до том числе советские искусствоведы это можно конечно интерпретировать там в лоб что сталин просто против вообще всех авангардных движений выступил и создал единый там союз художников и единый канон в которой всех объединили а кто не объединялся и не отказывался тех просто отказывались причислять художником это в лучшем случае запрет на профессию или репрессии как далее но это также было связано с тем что на самом деле производственное искусство и она предельно формалистично потому что из функции идет форма и больше ничего в этом плане она перекочевала в архитектуру и в массовое же производство можно сказать почему-то она осталась в институте искусства вот в этом изобразительного но при этом советское искусство особенно послевоенное вернее производственное вот это формалистское искусство или абстрактный не фигуратин она очень было популярным и по сути дела весь советский модернизм поздний она же была не фигуративным и в том числе скульптуры да и разные работы там радикальные там и в архитектуре 50 60 и 70 эти все проекты в том числе производства массового потребления там да и в том числе на ткани вот эти орнаменты да они были абстрактные потому что это все упрощалась это все как раз превращалась в эталоны в какие-то индустриальные и входило в жизнь в плане такого советского дизайнера но в изобразительном искусстве это никак не принималось советском союзе был этот канон соцреализма который и даже после смерти сталина и 50 60 там мы все мы помним до ботинок хрущева и его там разнос абстракцистов там как он их называл и карикатуры там советские на это были вот такие чистое искусство это называлось по моему журнале крокодил 60-й год видите вот джексон полок это 50-й год в 60-м уже номер но в советском союзе продолжали критиковать этот понятно абстрактный экспрессионизм как вот этот американский панический тип искусства когда художник просто не может с одной стороны да тут есть какая-то расхождение художник не может что ли изобразить реальность на полотне передать до действительности или он не хочет это непонятно вот этот художник мазила пресловутый покойный александр новоженовый было статья смех в зале там про как раз то над чем смеялись над чем смеялись вот эти карикатуры да кого вы смеяли каких художников или публику в искусстве там вот 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 доме до наших там советских художников и журналов праздник или которым но все-таки при всех различиях мы видим довольно таки интересно да советская вот это вот машина культурно она критиковала критиковала вот этот вот абстрактное искусство как чисто как безидейно то есть как то как раз в чем отсутствовала концепция ну и нельзя сказать что у пола к была концепция он да не был концептуальным художником но при этом очень важный слом случился в медиуме как мы понимаем как я вот начали говорил он процессуализируется и вот этот другом дроппинг нанесение кисточкой а он же не прикасался уже то есть это было такое разбрызгивание это называют перформансы в принципе это в то же время и делалось когда джон кейдж там и вот эта школа знаменитая black mount называется black mount school там школа в америке открывшиеся там 40-е и 50-е достигшие своего рассвета где в том числе и кейдж преподавал джон и он там дел первые свои такие прото перформансы когда включал музыку в пространственные измерения до этого как бы музыка обладала только временным а он что такое тишина до осознание тишины это сознание пространства вокруг или зрительских каких-то звуков или издаваемых предметами по сути дела перформанс это действительно такое синтетическое искусство для пространства и время совпадают и главное они никуда не отсылают они и есть действие выражает то что она есть на данный момент здесь и сейчас но этот по крайней мере так появился до performance потом сегодня там кто-то называет это мы в пост перформативного состояния performance значит совсем еще много разных вещей но вот по крайней мере в первых своих там 50-х 60-х годах это было действительно такое вот ни к чему не отсылающие действия во времени и пространстве живое далай партику и полок с этой стороны аланом капру который придумал свои хэппинги хэппининги тоже в конце 50-х и первую статью пишет о полоке как о том кто предвестник с его стороны хэппининг а хэппининг это что случайность случающиеся здесь и сейчас происходящие настоящее как таковой не вот вопреки вот этой гринберковской до климент гринберг самый такой столб модернистского искусства в плане абстракционизма вот этого американского типа для него как бы полок для гринберга это верх до высокий такой модернизм ну или там ротка тот же там тоже это высокий модернизм в плане достижения медиума картины живописного медиум своей плоскостности идеально то есть выявление своего медиума то есть не изображение ничего то есть не то что там картина это романтическое окно в мир и и и какая-то рам но это осознание вот этого совпадения предельного до поверхности холста и живописного медиума как означающий нет как некой плоскости для 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 семантического для семиотического восприятия ну то есть когда мы смотрим на картину мы уже видим саму картину как объект да и все на ней изображенная она никуда не отсылает это выявление плоскостности собственно говоря самой поверхности вот этой вот живописный и гринберга это такое понятие так и называлось объектикальность как-то так у него это называлось то есть это такой последний самый яркий извод вот этого традиции эстетизма про которая говорил кантианского вот этого критики суждения когда мы смотрим глазами да на картину и продолжаем на ней все-таки видеть какие тогда сплетение красок цветов да вот это вот изображение на плоскости чего-то вот это вот живописный для гринберга ваш то есть а вот эта линия интерпретации пола как зачинателя хэппинингов и перформансов или action painting до живописи действия это со стороны как бы живописи всегда идет вот эта трансгрессия выход за пределы холста и в этом плане там с точки зрения перформативной лучи фонтана фонтана с его разрывами рассечениями холстов это тоже выход до за пределы холста некое действие совершаемое и на это не надо смотреть как на вот раскрытие плоскостности медиумами вот но просто здесь понятно разные интерпретации и все все могут это тянуть или в сторону объекта готового или в сторону процесса потому что все таки и после пола как она после и после даже тех же антром антропометрии его кляйна который уже бодиарда остаются какие-то произведения искусства объекты несмотря на то что сам процесс их производства а внешне айца и становится как бы публичным частью как бы вот этого художественного акта вот так 1359 делаем перерывчик до небольшой и потом закончим до у меня вопросы вы какие-то до появляются black mountain да спасибо вы пока подумайте что что хотите сказать спросить чтобы я не был таким говорящим а может это все всем хорошо знакомо и вы хотели бы как-то более провокационного что-то добавить но у нас курс по истории искусства поэтому мы вынуждены проговаривать какие-то вещи для себя заново хорошо так 14 00 тогда в 14 10 возвращаемся и еще до 3 поработаем до а я за я за я за Продолжение следует... 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 вот в чате ничего пока новенького не написали вопросов не прошел да и вот это вот парадигма этого произведения искусство смещающихся к процессу с одной стороны да она тоже двоякая было мы как бы видим уже вот антропометрии вакляйна которая сегодня выглядит антифеминистски потому что он использовал вместо кистей до в бодиарте обнаженные женские тела до изобретая свой вот этот цвет блюдо запатентовал его в общем ключевое вот это вот смена можно сказать медиума проникновение идеи концепта в искусство происходит несмотря на дюшановскую революцию да она происходит когда дюшан был воспринят американскими художниками прежде всего ну концептуальными да кошкам и написал параграфа концептуализме но границей между модерном и постмодерном под называет это либо от перехода мод медиум специфичного искусства до этого плоскостного да все еще двухмерному выявляющего свою объектность как картины к просто на как поверхности некой абстрактного специализма к трехмерному реальному какому-то объекту выход в пространство он как бы он очевидно происходит в минимализме пост минимализме процессорцы они все очень быстро на самом деле сменяют друг друга либо параллельно как-то соотносятся друг другом но в это же время и хэппининги они отдельно да они воспринимают уже объекты и выход трехмерность по-другому скорее с театральной стороны хотя их изобретатель алан кэпро он основывается на том числе трансгрессии живописи да как мы видели пишет статью о полоке как про то таком перформативном для художники который поступить придумал какие-то разные представители процесса арта видят полоке как раз того кто уже работал разрабатывает свои именно совмещая процесс и результат да вот в этом акте собственно процессор это и была последовательная разработка своих материалов но при этом со внешнением процесса но это вот литье например это уже тоже то есть идет такой вот ричарда сервера работа его же опорная конструкция однотонная ключевое здесь вот то что минимализм он франк стелла это скорее знаете его знаменитые вот эти черные серии до картин 60-е они у розалинды краус в ее статье решетки описано как пример как раз вот такой вот модернистской решетки очень важный для двадцатого века концепт который она изобретает но он называется сидел на наклевывался она пост структурализма пост структурализма теории искусства она в отличие от истерицизма там того же или гринбертерской она его было там сначала последовательницы и розалинды краус а потом стала критиком структуралист к теория она проникает в ее текст решетки а где как раз произведение искусства знаете мандриановские вот эти решетки знаменитые там это самый такой парадигмальный пример решеток или устал и она в отличие от линейной картины как линейные перспективы размещены до как мы знаем да то что там с ренессанса до там конца девятнадцатого века было основным основной решеткой вернее решеткой рам рамой вот этой вот ограниченностью то решетки заменяли линейную перспективу выводя на плоскость да все все по сути дела структуру до произведения и они шизофренически раскалывают его же они получаются как краус это характеризовала я не буду углубляться грубо говоря на две составляющие центробежную и центро стремительную силу произведений ну вот например то есть с одной стороны а вот это произведение модернистского искусства является таким фрагментом всего остального мира кусочком такой вот решетки и она как бы центробежная сила его выталкивают за пределы и грубо говоря можно его вот эту решетку считать фрагментом всего остального внешнего до экстериорного по отношению произведению а с другой стороны она является вбирает себя весь внешний мир центро стремительная уже сила произведения которая наоборот как бы в маленьком своем вот этом квадрате холсте вот это вот решетки по сути дело является структурой всего мира извиня как бы втягивает вот себя то есть грубо такая такой вот шизофренический раскол и благодаря этому как бы с одной стороны произведение вот это вот основано на решетках модернистская она когда автономная от мира но с другой стороны до вбирающих себя в мир являющиеся фрагментом его но при этом отделены но и и ключевое что нужно понимать что у розалинды краус все равно остается вот это вот хоть и структуралистской но прочтение здесь как мы понимаем эстетического восприятия все равно зрительно то есть она здесь пишет о концептуальном восприятии этих работ в том числе минималистские работы они еще не концептуальны в том плане что их нужно воспринимать не как идеи воплощенные а как раз здесь ключевое выход с трехмерность то есть обретение пространства этими работами оно является ключевым появлением вот этого самого то что означивается как телесная феноменология зрителя или телесность когда мы как зрители уже перестаем быть только зрением только смотрящим на работу то есть воспринимать ее одним органом дачу пусть и самым как бы главным всегда доставляющий нам большинство информации всегда и еще тут очень важно что мы утрачиваем вертикальное положение зрителя потому что эти работы они буквально там в минимализме процесс арте они опускаются на пол становится не на уровне нашего зрения на уровне как этом некоторые даже писали скатологических каких-то влечений то есть и зритель буквально должен там нагнуться или есть там до работы знаете такие с туннелями там где-то нужно куда-то подлазить где-то пролезать да то есть буквально зритель обретает некое тело и здесь это основывается на вот этой феноменологии тела мерло понти тогда как раз французского феноменолога и во многом об этом же тоже пишет краус что вот эта телесность была взята конечно же феноменологическом таком встрече то есть как тело соотносится с пространством и получается что появляется в музее выставочном пространстве не только работы висящие на плоскости не только какие-то объекты но и они как-то зритель вообще должен соотносить себя с ними в пространстве и вот минимализм это с одной стороны конечно же это критика к модифицированного автономного арт-объекта картины до которая несмотря на то что она все время претендует на некую выделенность автономию свою эстетическую она в том числе не может избавиться от товарной формы и вбирается не постоянно проект радикальный до адернианский потерпел можно сказать поражение там том же по партии да когда уже вещи а массовую культуру неотличимы от вот создаваемых художниками но они всегда сохраняют зазор того же орхова да как мы знаем он делая произведение искусства на основе массовых вещей и репродукцировать бесконечно всегда остается там некий некий зазор который не позволяет этим вещам полностью растворить в массовой культуре но в общем минимализм он стоит действительно на границе между модерном и постмодерном как такой переход к концептуальному искусству и процесс арт эта картинка до примера на авангарда просто я хотел до опять же сказать о том как в своей книжке об историческом авангарде который мы разбирали с вами питера бюргера который как раз говорит о том что исторические авангард проиграл потому что на авангард заново восстановил вещь как произведение своей вот этой силе да то что исторический авангард пытался разрушить восприятие вещи как автономного произведения искусства на авангард берет эти вещи и выставляет их как произведение но это не значит что1000 полностью потеряла поражение он естественно изменил само произведение само понимание произведения искусств после авангарда уже совершенно по-другому она стала приниматься и прежде всего она стала восприниматься уже не как иллюзорная до репрезентация чего а как вот это вот именно материальная до материальная режим деланья именно конкретных материальных объектов то что вот минималисты и в процесс арте воплотили больше всего это были вот дональд джад вот эти кубы да это просто материальные вылитые из стали гальванизированной стали боксы 40 на 40 выставляем и и ничего как бы они ни к чему не должны были символизировать не отсылать воплощать собой именно реальная материальная объект ну вот или потом как мы знаем да это было расширено на land art когда он появляется там с первой выставки тоже американской в нью-йорке там земляные работы называются могут самый известный там представители его роберт смитсон он много делал чего это его известная знаете на соленом озере бьюти краус это в другой своей статье розалинда разбирает найти скульптуру в расширенном поле тоже ее такая парадигмальная статья наверное вы тоже не читали когда не только произведение искусства утрачивают этот свой замкнувую автономию но и скульптура которая воспринималась еще 50 до минимализма до тем более концептуализма как некая знаете есть анекдот что то обо что спотыкаешься когда пытаешься получше рассмотреть живопись да как некий объект скульптурный фигуративный или даже модернистский не фигуративный там как у потом роден или бронхузи да джаконите там не знаю не исходя из своей морфологии форм объектов а как часть с одной стороны ландшафта с другой стороны архитектуры но там краус пишет что это и не ландшафт не архитектура то есть это какая-то вещи располагающиеся в таком поле зрения нашего который не является не ландшафтами архитектуры но но она занимает какое-то пространство то есть она уже определяется исходя из своих внешних конечно же граница нет ну ты не под этих страниц ну и вот это дамба которую там делся на гигантской и и тоже можно только вот аэроснимок причем она уходит под воду то есть такая эти нервность сегодня конечно такие модернистские вещи и ландарт такого рода кто делает его критикует ну с одной стороны такой до вторжение грубая в природу а сегодня экологический поворот и другую другая уже тему и если и ландарт он должен носить какую-то ответственную экологическую вещь то есть заключать в себе уже другие идеи и делаться из материалов других не то как дел там снится знаете он еще разливал асфальт большой по сути такая живопис действие расширенная на на все пространство то есть на уличную когда растекался асфальт и превращался в какие-то абстракции у нас когда образуется концептуализм паразигмальная работа три стула до когда кошек в своем этом манифесте искусство после философии называет все предыдущие искусство безмозглым то есть лишенные как раз идеи концептуальной составляющей объявляет главенство как раз идеи то это не значит что главным становится текст или разум до тот же своих параграфов о современном искусстве параграф в конце культурализма соли вид он говорит что художник и концептуалист скорее мистик все равно да получается концептуализм это не рационализация объекта не превращение его только вот в язык в дискурс это отчасти то что сегодня там это разбор называет романтическим до проектом по сути дела концептуализм это такое заново реосмысление романтизма потому что это дает художнику некую власть не некого равноправие способа познавать способа познания определяет искусство как некий способ познания чувственного до равноценного научному рациональному объективному познать то что первыми романтики как раз пытались сделать они не как принято это может быть понимать не противостояли просвещенческому проекту вот этом который так когда торжествовал науки вот этой рациональной они пытались нее как раз этот просвещенческий проект усложнить проектом эстетическим где понималось искусство эстетика как способ на познание в этом плане концептуализм добавление и делание из вещи до из-за вот этого вот эстетического объекта мы же не смотрим на стул как он прекрасен и хорош да как на пайнарку здесь совершенно консполизм прорывает со взглядом да с глазами то что делал дюшан вот консполизм это происходит уже окончательно бесповоротно понятно сегодня производится уже искусство постконсполизм она включает в себя одновременно наши разные эстетические категории восприятия другой вопрос но суть в том что художник концептуалист он как по сути дела мистик до воплощал идею своем объекте и объекты могли быть любые они были даже не важны и или в идеале такой концептуализм это просто до записанная какая-то идея придумана и даже не предполагающая своего материального воплощать но это все пределе даже письмена группы art and language где эта группа но эта работа на ричарда серы список глаголов сексуальная работа нету в общем группа арт лэнгвич сделала инсталляции свои знаете такие из текстов чисто состоящие а вот это примеры инсталляции они все равно несмотря на свой чистый до концептуальный такой проект они все равно оставались у них оставалось минимальное эстетическое измерение плане это был напечатанный текст на листочках висящих на стене или стоящие боксы с какими-то папками то есть мы как зрители все равно соотносились с ними и не могли как бы здесь вот уйти вот их материальном воплощении идея не было вот сегодняшний художник тина сигал который превратил идею до в по сути дела в произведение искусства который он продает разным до институциям свои идеи перформансов которые они воплощают чем запрещено и документировать да хотя это конечно же все равно происходит его там одна из работ я видел когда найти поцелуй когда он тоже брал работу в классическую как он из скульптуры там того или модернистику там бронхузи да поцелуй ну и по сути дела просто любые два нанятых перформера лежа на полу много часов медленно переворачиваясь целовались нанятые рабочие перформансы ну так работает вот этот сегодняшний пост перформативный диспозитив но это концепт концепт он предложил идею да как бы которые может реализоваться как угодно в любой институции кем угодно в этом плане концептуализм как в ней эстетическая абсолютно категория в искусстве не все равно не выплатим и главное ключевое наверное кошек узком вот этом вот тексте искусство после философии что искусство само становится языком да то есть если это равноценный способ познания мира то искусство само язык само как бы это не значит что все работы наполнены текстами да или дискурсивной становится текстуально но она сама устроена как язык тогда же правит балл это вот семиотическая традиция до семиотика который там еще сохранить свою власть там до восьмидесятых да пока не победят можно сказать там visual status и перформанс семиотика все располагает как язык в этом плане и искусство становится понимать понимаете как язык и здесь структура листкая до теория росалинды краус тоже с этим связаны так у меня что-то это остановилась презентация да а вылетела ну вот и давайте да сейчас я к перформансу подойду и сегодня на этом хватит чтобы нам потом следующее занятие уже заниматься этим так демонстрация ну вот и концептуализм это уже конечно совершенно да предполагает другое восприятие искусства нежели осуждение эстетическое плане его композиции про хэппининги я сказал они являются с одной стороны сегодня очень сильно размножились и по сути дела больше всего театром наверное до вас приняты перформативным театром потому что это были события в пространстве на самом деле они тоже есть там ранняя статья у замзон так про хэппининги как искусство там они были там в америке до в разных гаражах заброшенных территориях во дворах и аланка потом делаю класс ольденбург в общем они небольшое время были в своем классическом режиме потом они стали довольно таки мейнстримные категории и преподаваться там даже в разных арт академия потому что они были лишены своего действительно критического негативного какого-то посылок они наоборот были довольно таки интерактивным вот я говорил про хаминал феноменологическая телесность появляем у появляющийся в минимализме в процесс арте когда зрители до стали соотноситься с пространство выставочным и с объектами там расположены когда это не просто было прямохождение ваше и разглядывание картин на стене то хэппининги включали уже это тело телесность в то что там принято называть интерактивным взаимодействием интерактивность это еще не партиципаторность не соучастие в том плане как она была там осмысленно но это было устранение дистанции уже не только вот этого взгляда да то что мы говорили зритель начинал телесно соотноситься с произведения искусства но он начинал сам сам в этом произведении собственно говоря от его нахождения там вот его присутствие зависел результат произведения и почему эти хэппининги так и распространить то казалось бы здесь можно говорить о том что шла демократизация это конец 50 60-х зритель хотел уже в чем-то участвовать сам да вот это новое поколение бэби бума рождающийся а потом 60 студенческих и психотерических революций зритель действительно здесь сближался но его роль его участие никак не осмыслялась в плане как раз демократичности или желание самого зрителя его конечно сильно не заставляли но его воспринимали во многом и тот же капро писал как некую живую живую картину продолжение живописи другими средствами то есть вот полок краски разбрыгивал а мы будем зрителей запихивать в гараж или во двор вынуждать их там бегать прыгать по по покрышкам во дворе а как-то соотноситься и плюс там знаете очень много было таких бедных тоже грязных материалов об джектора практически найденных до которыми все заполнялось но это вот хаппининг уже как вот на улице сделаны я не помню у меня нету того с покрышками но неважно ладно а в общем важно то что зритель утрачивал дистанцию по отношению к художнику и к произведению это с одной стороны была дистанция привилегированная дистанция вот этого критики способного суждения зритель когда мог глядя на сам выбирать эту дистанцию глядя на произведение и студить о ней но с другой стороны это была дистанция всегда как бы исключающая зрителя из самого произведения из производства творческого или творческого процесса может быть ну зритель только должен был смотреть ну и каким-то образом интерпретирует даже душа не собирался включать зрителя как бы он демократизировал произведение в том плане что действительно такой дискилинг произошел до каждый мог просто благодаря своим каким-то когнитивным навыкам не обучаться годами до искусством делать искусство просто таким жестом до перформативным номинат номинальным или дискурсивным да то как бы в этом плане хэппининги демократизировали устранить эту дистанцию чаем мы а тогда все очень хотели ее преодолеть и театр очень хотел уличный новый театр об этом очень много в нью-йорке вам появляется там living theater как мы знаем очень много разных вещей это идет еще от арта вот эта традиция театра как праздника хэппининг должен быть стать праздниками и движение флюксус поток да тоже когда зрители все вовлекались но при этом никакого такого вот действительно осмысление роли зрителя как того кто отчитела задействованы какие-то до чувства затронуты или какую роль он хочет выбрать тогда еще пока не было были скорее вот эти вот очень важные конечно же попытки включить зрителя произведения и по сути хэппининг становился средой он так и пишет что по сути мы из образов до на которые смотрят дистанции попадаем внутрь образов сред и environment и тогда же возникают это уже что это искусство среда когда зритель окружен искусством сам находясь внутри него и он же еще и в результате какого-то процесс сопротивления его и создает это совершенно как бы меняет до произведения возникновение партиципаторного нового искусства и привязывают к этому повороту 60 но присутствие тел зрительских не означает но это что они ни к чему не отсылают а хэппининг происходит в настоящем это кусок реальности да и так даже вот этот перформативный театр когда возникает в чем отличие да вот перформанса да вот вот этого репертуарного театра в том что он отказывается удваивать сцену тогда да так даже традиционный театр это всегда актеры разыгрывающие некие персонажей роли которыми сами не являются отсылающие к другой реальности то есть вот написанный сценарий написано там либретто пьеса текстуальная да как текст как литература и и играют театре по сути дела вторичным является здесь театр и тела они не представляют себя вот перформанс делает вот радикально такой разрыв перформативный театр или хэппининги когда и тела актеров не превращается там тела перформеров или актеров как тоже могут быть сказали они становятся как бы действуют здесь и сейчас никого нам вроде бы не изображая не репрезентируя другие другие маски до персонажей а они изображают себя в настоящем воспроизводящим какие-то просто действия или совершающим какие-то как в хэппинингах самый знаменитый там ключевой с которого отталкиваться там 18 действий в шести частях до алана капру когда просто в доме заброшенном были поделены на клетушки комнаты и одновременно симультанно происходило в каждой какие-то такие абсурдные действия увлекающие зрителей и получается такая вот жизнь разбитая на маленькие отсеки где зритель проходя сквозь них одновременно видел их все сразу учитывал и как-то телесно до участвовал и это ни к чему не отсылало ничего не символизирует то есть не основывалось ни на каком тексте но этого числа присутствия никогда нет это дорида очень хорошо показал на примере работы про театр арту который тоже мечтал о чистом присутствии и о театре как праздники где вот зритель перестанет зрителям станет участником и будет в центре этого праздника до вокруг разворачивающиеся по сути арт стал одним из таких про то знаком основывались и форм перформативную но она недостижима как пишет деррида но такого метафизическое чистое присутствие просто тел ничего не значащих и никуда не отсылающих она всегда в себя включает уже репрезентацию и дело здесь не в том чтобы обрести некое чистое присутствие до эманацию какую-то вот здесь и сейчас это просто тело как тело до или материя как материя ничего не отсылающий но почему как хотели минималисты да что у них вот объекты воплощающие собой вот эту саму материю которая не символизировала ничего уже не отсылал и показывает например то что все равно мечтая отказаться от из от текста от репрезентации и от повторения прежде всего да то что праздник он неповторим или театр как ритуал неповторим это должно быть только один раз до сыграно вот прожиток и все и перформанс тоже так и воспринимается как то что не может повторяться а даже если повторяется как мы знаем она воспроизводится и документируется сегодня она как бы должно всякий раз это как-то за мной доделать но вот это чистое присутствие телесности не в хэппинингах в том числе театре арта в хэппинингах тем более которые вульгаризировали просто сделали по фану чтобы все могли участвовать безопасными на так интерактивно ну и мы знаем сегодняшние театры очень много этого стрима в режиме иммерсивных или променад театров прогулок об этом сейчас не будем в общем ключевое что у арта был отказ от пьесы как текста заранее перед задом в пользу тела актера и вещей объектов которые сами становятся иероглифами то есть знаками своего здесь присутствия то есть по сути дела это не просто чистое присутствие материи она сама себя выражает тоже на каком-то же языке но этот язык не оторван от их тела или от объектов которые находятся марта я пишет о языке жестов о про языке ником до языковом до вербальным вот этом вот еще первобытным или детском до всхлипетом двое клипе как он то и это это тоже по сути дела иероглиф чем отличается от нашего фонетического письма то что он в теле своего письма как бы он иконический он несет в себе сразу там египетский там он несет себе сразу же как бы является и материальным изображением то что он изображает и семиотическим то есть значение в себе содержит без отрыва если наш язык вот этот фонетический вот мы говорим или пишем он как бы дать является символическим он отсылает к другим к означаемым симеотики еще сосу раз то вот этот радикальный перформативный до задел как арта и в том числе то чтобы воспринимать перформансах это не чистое присутствие тела только это вот такое можно сказать в этой практике парадигме семиотическое это дело как иероглиф тело как знак тело как разрез вот видеть этот вид окончено известного перформанс когда он себя кусал до впивался в зубами тело как укус то есть с одной стороны художники пытаются выйти за пределы произведения до преодолеть в том числе там вот его текстуальность performance был реакцией на концептуальное искусство которое по их мнению было слишком до текстуальным и обозначить вот эту материю или как бы свой собственный такой эпидермис границы тела но запустя на это все равно продолжает восприниматься тело в перформансе таком концептуальным классическим 60 70-х годов как письмо как знаки то есть вот в этой парадигме она вторично это не материальность говорящая там сама за себя как сегодня это уже а вот это там классическим перформанс королин шнеерман там иконы как именистского перформанса для всех когда она вынимала благарище вот этот свиток да и зачитывала его это как бы тоже же получается такое вот совмещение до совмещения материи и дисканса в таком вот не расчлененным да здесь получается присутствие репрезентация а значивание происходит одновременность лесу они просто говорим о какой-то присутствии в таком бе-бе-бе-бе-бе-бе значение живопись вагины шигетка кубота из флаксуса тоже была художница японская но в америке живущие умерши писала до кровью по сути ответ тоже такой маскулинной до традиции абстрактного специализма американского это тоже же как бы письмо письмо абстрактное только уже такое вот совмещенное даст материи не отделен и в этом плане возникновение перформанса это не восстановление такого чистого материальности совмещение на кого до материи дискутса вместе и это сложно сложные отношения всегда были такая диалектика нужно рассматривать вот денис оппенхайм прямо книжку он какой-то военной тактики на себя клал загорая да и у него оставался след от нее напрямую такие знаки с телом но вот эти поздние уже более перформансы там это действительно другой поворот мы не будем сегодня рассматривать времени мало знаете поле присяда есть вот это то что он называет пост порнографическим пространством на примере художницы и не спринкл которая влагалище помещаю там зеркальце и как-то вводя это для зрителей могли короче подходить и заглядывать через зеркало видеть внутренности и влагалище там много тысяч зрителей через это прошло то есть здесь сложно говорить уже о вторичности тела по отношению к материи но вот началось можно сказать там это там еще восьмидесятые 90-е когда материя прорывается не вторичный а когда вот эти процессы например пластической хирургии то есть напрямую работы с телом они уже можно сказать деконструирует вообще такие семиотические способы прочтения тела как там раны пореза укус или чего-то еще что художеством орлан тоже там на протяжении скольких там лет я не помню конце 50-х 90-х она делала серию там перформансов перевоплощение цвета орланда богоматерь делая себе пластические операции постоянно там превращаясь такие как-то операция должна была ее приближать к стандартам какой-то вот а красоты женственно при этом уровень операции помню в то время был такой что более становилось каким-то жутким не знаю это такое даже куда более материальности секс с происходит ну и наверное чем мы закончим когда вещь объект перекочевывает в инсталляции и перестает восприниматься как замкнут на себя морфологически вот эта форма за которую критикует кошек вот это безмозглое искусство до которое воспринималось как живописи или какой-то там скульптурный объект и когда становится инсталляция то что эта система вещей тогда вот написано было работа же батареяром система вещей так называлась не ну ключевой первый такой вот выставка кураторской называют оральда зеймана знаете выставку когда отношения становятся форме там вещи действительно не только вещи проникал конце но как бы уже сами вот эти незримые или терминологии люси липпорт которая пишет тогда же книжку 73 году воды материализации искусством 6 лет для материализации искусств когда незримые все процессы художественные какие-то практики осознаются как эстетическая форма вполне себе да хоть и не материальная но она материально просто как матери понимать материальность кто-то критикует люси липорт что она понимает дематериализацию искусства физикалистской терминологии там 19 века на позитиве если в сайт специфика арте фильм в хэппининге нету материального результата объекта какого-то не остается то это как вот и дематериализованность но как сегодня материя до понятия намного усложнились ну и тогда с тем более с открытием там геномов клеток там разных с проникновением там внутрь материи на таком уровне там клеточным как бы мы понимаем по разным ну там интернет интернет передача сигнала оптического требует материального воплощения хотя это свет вроде бы но целая связь там дата-центр кабелей до передачи сигналов огромных хранились данных и в этом плане отношения становящейся формы акции была реконструирована потом куратором карла челанка который арта павера изобрел было венецианской геннале реконструирован 2013 и причем так уже конструировано кто-то хвалил а кто-то груз что слишком формалист получается отношения были реконструированы в виде готовых объектов а для зеймана 69 очень важно было там более 70 художников собирались том числе и концептуалистов и минималистов и вот из арта павера которые тогда же появлялись понятия open studio открытой студии они взаимодействовать друг другом как-то и впускай туда зрителей как-то они производили эти объекты из бедных материалов тогда то есть сами эти объекты результаты их становились неотделимы от отношений которые наступали на протяжении всего этого времени что готовилась выставкой и и художник почему open studio художник уже сам свой процесс творчески опубличивал переставал быть вот этим вот парадигмальным образом до художником творящим закрытой мастерской показывающим только готовый результат здесь вот это воин отец дали кейн форн там 69 года она полопам в трех городах в этом делом пример из берна но в общем про нее тоже есть много информации в общем вещи превращаются в систему вещей складываются в инсталляцию да то есть перестает вещь из своей внутренней формы вот это восприниматься перцептивно остановится только вас в инсталляции то что это это не дематериализован это набор до составленных каких-то все же тех же вещей но они воспринимаются исходя из отношений какие отношения не друг с другом вступают и какие отношения в пространстве они организованы к то есть зритель приходя внутрь инсталляции он попадает в этот пространство воспринимает вещи как вот эту систему этот до ключевой переход к искусству больших инсталляций ну современный то что показал советские установки инсталляции понятно что это мы сил и сегодняшнего дня туда заглядываем ну вот там знаменитой инсталляции броторса марселя который целый музей начинает составлять своих орлов собирая все вещи знаки символы и прочее где есть изображение разных орлов да и сделала по сути музей в музее да ну вот так они выглядели на белом отдела в общем да я на этом сегодня становлюсь потом разные вещи будут следующий раз поговорим о коллективном пост концептуальном таком перформансе вернее пост перформативным когда произведение искусства сегодня по сути дела становится уже даже концептуальным а как петербург расширяется с осознанием этой своей идеи до концепта осознает свою и гетерономию то есть все внешнее социальное поле то есть получается тот же перформанс сегодня он уже определяется не как действие живое до пространство он уже даже определяется как культурологически антропологически да как какой-то просто длительные процессы там социальные можно сказать инклюзивные там или есть разные много сегодня проектов коллаборативные полезные этические ну вот ладно тогда вот если у нас есть какие-то вопросы комментарии а то мы подзадержались пока только вам спасибо да вам спасибо что были с нами за внимание надеюсь спасибо огромное не слишком утомились нет все отлично спасибо вот я пришлю да я не прислал презентации предыдущие потому что потому что потому они у меня да были потому что на жестком диске отдельно но я пришлю тогда давайте завтра вот а по этой лекции могу литературу либо после 2 сразу общую какую-то короткую библиографию 18 февраля встречаемся правильно аня нам пишет вот ну и плюс всегда можете писать или отмечать меня в чате чтобы потому что там сотни сообщений я не могу следить за всеми да тогда всем пока спасибо до свидания